Друзья, всем привет! Приехала сегодня мойка Норберг МНВ-20. Вот два типа их есть. Характеристики. Это, что я взял, вот она на фото. Без ножек, без ничего, на 20 литров. А эта большая, на 76 литров, хотя она по маркировке 90. Потому что насос у них одинаковый в производительности. Ну и что тут? Инструкция несложная. В принципе, что-то сложное, только насос стоит. В принципе, и емкость, больше ничего нет. Так, для каких целей она мне нужна? Я просто замучился уже эти корпуса бензопилы отмывать. Двигатели там, еще что-то подобное. И вот наткнулся на такие мойки. В принципе, их хватает на любых сайтах. И зеленые, и синие. Но я уже взял синюю, так как у меня здесь дизайн интерьера тоже все синее. Так, ну, по факту, сейчас померяем. У него размеры нифига не показаны. Так, внутренний 30 на 40. Чтобы иметь понимание, что у вас сюда влезет. И залил я сюда две канистры 5-литровой воды. Все, если еще больше чуть залить, то вот вода, видите? Ну, сколько еще, пару-тройку литров лезет и уже будет тогда не стекать, а будет все плавать в воде. Так, сейчас наливаем мы Грассовскую химию. Не знаю, много сильно не буду лить. Еще открыть надо, блин. Ну, что ж такое. Офигеть. Не знаю, для каких детей оно сделано, чтобы ее не открыть. Ну, блин, я ее еле открутил. Вот такая фигня на пробке образовалась. Налет какой-то. Сильно много лить не буду. Думаю, хватит. Так, в общем, для чего она мне? Да, устал я уже. Пользоваться баллончиками, компрессором. А это будет ручной труд. Плюс струя воды. Состава включается. Почти бесшумно. Так, как камеру поставить. У меня тут освещение плохое в этом углу. Ну, в общем, как будто вы дома, между раковиной, моете посуду. И в чем у меня еще тут прикол? У меня здесь, вот он, обогреватель. Вот сейчас он включен. В зимнее время здесь у меня будет вода подогреваться. Вот от него рядом. Здесь жар хороший. И потом рядом компрессор. Все. О, тут вода, кстати, тепленькая уже. За то время. Блин, наверное, раствор еще не размешался. Ну, конечно, брызги летят, да. И есть специальная емкость. Вот эта площадка с отверстиями. Чтобы потом положить деталь. И она шикала. Когда подсохнет, уже вынимаешь и устанавливаешь. Так, ну, раствор еще не совсем масло отмывается. Сейчас оно более смешается. И тогда уже будет лучше отмываться. Я вам для наглядности показываю. Да, тут надо фартук одевать. Иначе весь будешь водой залить. Интересная вещь. Не стал большую брать. Не из-за того, что денег пожалел. Большая она стоит 13 тысяч, что ли. Если память не изменяет. И вон ножки. Подставка есть. И емкость побольше. Из-за того, что у меня здесь проблема с водой. И, в принципе, вот корпус бензопилы, да. Он туда спокойно встанет. А больше мне и не надо. Бензопилу с шиной я туда погружать не собираюсь. А когда вот по отдельности все детали. Там крышки, стартеры, корпус, картер, двигатели. То все это по отдельности прекрасно моется. Но, опять же, на эту большую надо много воды. 76 литров. А здесь вот я это налил. 10 литров. Она уже, в принципе, под самую эту площадку. Да, ну, конечно, это тоже. Можно все взять. Просто вынести, вылить. Налить свежий раствор. Крышка закрывается. Хоп. И все. С глаз долой. Надо помыть. Открыли. Все включили. Шикарно. Единственное, здесь надо какие-то супер ядреные растворы не использовать. Вот так все будет отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, не заводится будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, и это чудо инженерной мысли готово. Я вообще зашел в гараж, в мойку протестировать. Помыл запчасти от этой бензопилы. И не знаю даже сколько сейчас времени, решил ее все-таки собрать. Знаете, как душа или глаз ляжет, что-то надо вот сделать сейчас. Так вот и у меня. Пришел, не собирался ее вообще делать. Секрет раскрою. Нашел подшипники подобные. Один миллиметр меньше. Что сделал? У меня есть алюминиевая липкая лента. Обернул два раза и зажал подшипники. Ну и в общем все, люфтов нету. А сколько это проработает, не знаю. Ну вот такой вариант. Нашел подшипники 12 на 18. И, как видите, работает. Вот так. Мойка хорошая. Бензопила сделалась. Всем пока. Иду домой.